Здравствуйте, меня зовут Мелькумова Илона и сегодня я хочу рассказать вам о своем проекте в содержании практическое применение концепции ноль отходов. На сегодняшний день проблема бытовых отходов станет особенно остро. Практически каждый день в СМИ публикуются новости о митингах против славок, рассказывается о радиопластике и загрязнении Мирового океана. Интернет наполнен страшными фотографиями. Конечно же я не могу оставаться равнодушной к данной экологической проблеме, ведь проблема загрязнения бытовыми отходами начинается с каждого из нас. Я задумывалась, что лично я могу сделать для того, чтобы мусора на нашей планете стало меньше. Изучая различные материалы, я нашла интересную статью о современном направлении и стиле жизни Zero West ноль отходов. И в данной проектной работе я хочу представить краткое содержание и личный опыт применения принципов разумного потребления. Эта концепция зародилась в США в 70-е годы. Автор концепции Беа Джонсон и ее семья из четырех человек за год смогла накопить мусора лишь эту банку. Концепция состоит из пяти взаимосвязанных между собой правил и заключается не в следующем. Чтобы избежать мусора, не покупайте его. Перед походом в магазин заранее продумайте список покупок. Это позволит вам сэкономить деньги и не купить лишнего. Используйте повторно. Не спешите выкидывать сломанную игрушку или порвавшуюся вещь. Может ее можно починить или сделать из нее какую-нибудь поделку. Также старайтесь по возможности заменять одноразовые вещи на многоразовые. Самые популярные варианты замены представлены на моем стенде. Вот, например, замена одноразовых стаканчиков на многоразовые первые стаканы. Переработка вторичного сырья и экономия природных ресурсов. В связи с принятием закона о раздельном сборе мусора, этот вопрос стоит особенно остро. На данном слайде представлены продукты из вторичного сырья. Это гранулы для дальнейшего получения из них материалов, вторичный картон, синтетическое волокно, обычно используемое как наполнитель, и, например, резинового покрытия. Переработка в Московской области происходит по простым правилам. Есть два бака. Серый отправляется на свалку, а синий на переработку. На переработку можно сдать бумагу и картон, стекло, металл и пластик с учетом маркировки. Его существует семь видов. На переработку обычно отправляются первый и второй вид пластика, они легко перерабатываются. А на акциях по раздельному сбору мусора можно сдать четвертый, пятый и шестой. А вот третий и седьмой нигде не перерабатываются. Также существует отдельный вид отходов, это опасные отходы. Их сбор осуществляется отдельно, иногда в оранжевые контейнеры. И также по закону их обязаны принимать в управляющих компаниях. Отдельно от пищевых отходов и серого бака. Они являются главной проблемой переработки мусора. Существует два способа решения этой проблемы. Либо делать компосты, либо ставить измерчисли для стока в канализацию. Одним из ободневных вопросов движения является сокращение использования полиэтиленовых пакетов. Как альтернативную замену в магазинах нам предлагают бумажные или биоразлакаемые. Но по факту это маркетинг, который далек от заботы и бокологии. Бумажные пакеты, учитывая их производство, и практично сложно назвать удачным выбором. Да и биопакеты таковыми являются лишь в кавычках. В их сложности распада я смогу обидеться лично, проведя эксперимент по разложению упаковки в различных средах. Так, на примере водной среды мы видим, что основные изменения претерпела бумажная упаковка, а вот остальные виды остались без изменений. В начале лета в рамках программы «Чистое подмосковье» я участвовала в акции «Блоггинг. Сбор мусора вдоль канала имени Москвы на территории парка». Мне стало интересно проследить, насколько долго жителям нашего города удастся сохранить чистоту в этой зоне. Я несколько раз повторила маршрут своей команды и условно выделила 28 точек для пикника. Должна отметить, что большинство отдыхающих следит за чистотой и проявляет уважение к природе. Мне настолько понравилась концепция «Ноль отходов», что я решила рассказать о ней ученикам нашей школы. Для этого мной был подготовлен мастер-класс «Наш вклад в будущее», где мы с ребятами не только разбирали основные принципы, но и тренировались сортировать мусор. Эти занятия с интересом были встречены ребятами, и мне хочется верить, что основы разумного употребления стали для них ближе и понятнее. Также мы провели акцию «Добрые крышечки», и из данной таблицы видно, что классы, в которых мы провели мастер-классы, показали лучший результат. Сейчас эта акция проводится на постоянной основе. Также я стала более основательно относиться к чистоте в нашем городе. Так как я являюсь участником молодежного парламента, мной был подготовлен на выступление. На обсуждение совета был вынесен ряд замечаний. Например, некоторые из них. Провести проверку плакатов, инструкций по сортировке, заменить старые плакаты на новые, более информативные, и увеличить площадь контейнерных площадок. В рамках подготовки к проекту я использовала не только теоретический материал, но и посетила акции по раздельному сбору мусора. Собиратор, эко-встречу активистов Левого берега и специализированный магазин Zero West. Вот уже на протяжении года я стараюсь следовать принципам разумного употребления. И со временем мне становится все легче применять их. Главное право перехода – это постепенный отказ от лишнего, без фанатизма. Выполнить данную работу, я могу сделать следующие выводы. Сегодня каждому из нас под силу внести свой вклад в сохранение окружающей среды. И второе – общественное осознание бережного отношения к природе возрастает. Все больше людей сегодня задумывается об отношении и сохранении жизни на Земле. Ведь именно общими усилиями мы сможем сохранить свою планету для будущих поколений. Спасибо за внимание. Спасибо.